Единая карта жителей Ямала – это приложение на смартфон, программа лояльности платёжной системы «Мир». В проекте участвуют госучреждения, банки, магазины, рестораны и не только. Губкинские предприниматели одни из первых поддержали проект. Губкинские предприниматели традиционно в первых рядах самые активные, самые сплочённые. Ещё 11 предпринимателей находятся в процессе подключения к данной программе. Владельцы единой карты жителей Ямала пользуются скидками и льготами, а также кэшбэком и специальными предложениями. Именно Наталья Шлемкевич стала первым предпринимателем, который подключился к проекту у нас в городе. От любого чека вам вернётся в ресторане «Морожка» 5%, в магазине «Мир спорта» вернётся 3%. Социальная направленность карты действительно, потому что тем самым люди экономят денежные средства. Они не получают бонус, который потом превращает во что-то, а они сразу через максимум 7 рабочих дней получают деньги обратно на карту. С помощью «Морожки» в рамках проекта «Ямальское долголетие» пенсионеры могут не только легко узнавать о бесплатных творческих кружках, спортивных секциях и культурных мероприятиях, но и посещать их совершенно бесплатно два раза в неделю. В «Ямальском долголетие» у нас подключено 209 получателей, все они являются участниками проекта «Морожка». И они отмечают очень положительный момент и удобство пользования этой картой. Светлана Чебанова из Губкинского уже почти год пользуется сервисом. Приятно, что о нас заботятся, нас не забывают, нам такие возможности предоставлены. В рамках проекта «Ямальское долголетие» можно заниматься спортом, самомассажем, росписью по дереву, вокалом и не только. Светлана Чебанова нашла для себя отдушину в танцах. На танцы многие ходят, но это столько получаешь драйва, это вообще столько удовольствия. Сервис постоянно развивается и уже с 1 января Светлане Чебановой не придётся лично ездить за социальным проездным, привозить документы и подтверждать свой статус. Проездные для льготных категорий будут действовать по единой карте жителей Ямала. Данные будут подгружаться автоматически. Пенсионеры льготная категория при пользовании будут прикладывать к терминалу свою карту МИР. И проезд будет бесплатно. «Если будут возникать проблемы с подключением, кто-то не разберётся. Можно обратиться в МФЦ по месту жительства, либо обратиться в органы социальной защиты». Пользоваться единой картой жителей Ямала выгодно всем. Благодаря ей можно оформить читательский билет, получить электронный сертификат на приобретение товаров для новорождённых детей, а также посещать спортивные учреждения со скидкой. «В нашем городе функционируют четыре учреждения физической культуры и спорта. Это спортивная школа «Арктика», спортивная школа «Зенит», спортивная школа «Олимп» и спортивная школа «Олимпийского резерва «Фортуна». Во всех учреждениях применяется единая карта жителей Ямала-Морошко. Скидка по карте составляет 15%. Проект «Единая карта жителей Ямала-Морошко» реализуется при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Такая значимая мера социальной поддержки, как «Единая карта жителей Ямала», положительно влияет на позитивный имидж округа и благоприятную социальную обстановку. «Вообще считаю, что «Единая карта» – это, знаете, ну вообще молодцы наши ямальцы. Вообще для наших пенсионеров здесь на Ямале вот так вот всё». Оформить «Единую карту жителей Ямала» может любой желающий от 14 лет абсолютно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрировать свою действующую карту «Мир» на одноимённом сайте проекта или через приложение «Единая карта жителей Ямала». Процесс подключения занимает не больше минуты. Номер банковской карты не хранится в системе. Это уберегает от мошенничества и делает сервис абсолютно безопасным. Марина Ефремова, Олег Короткевич, Никита Мищенко. Новости Губкинского.